Вот такой приборчик я получил. В общем, коробочка без названия, универсальная. Вот все приборы, насколько я понял. Внутри был прибор, все в пакет целлофановый. Значит, инструкция. Инструкция немного к другому прибору. Так, чехол, термопара, щупы, щупы с наконечниками и вот такой переходник для измерения транзисторов и можно емкости сюда. Так, вот такой вот приборчик. Так, ну и вот сюда втыкается. Прибор может измерять среднеквадратичные значения 3RMS напряжения силы тока. Входные гнезда у него разноцветные, как мы видим. Очень много у него интересностей. Кнопка включения своеобразная, без фиксации. Чтобы прибор включить, надо, ну, где-то около секунды подержать. Вот так же он включается, вот так же он и выключается. Кнопки мягкие очень, ну, и достаточно выступающие. Поэтому, если носить в кармане или в сумке, то, возможно, какие-то включения, поэтому, самопроизвольные. Поэтому чехольчик, конечно, здесь поможет. Так, и так, щупы. Щупы метр десять длиной, от кончика до кончика. Вот. Щупы мягкие. Такие, в принципе, давно уже не видел на китайской продукции. Так, с наконечниками. Прибор может измерять, значит, емкость написана до 6000 микрофарад. Это единственный, по-моему, предел, в котором он автовыбор. Ну, возможно, я заблуждаюсь, но авто здесь точно есть. То есть, на ручное измерение не переключается. Так. Ну, при измерении больших емкостей, конечно, задержка имеется. Ну, в пределах где-то вот 5-6 секунд он измеряет вот свыше 1000 микрофарад емкости. Видимо, 2200 показывает. На самом деле, прибор измеряет емкости гораздо большего номинала. Ну, я подтыкал больше 10 тысяч, все показывает. Но, скорее всего, при этих измерениях погрешность не нормируется. Предел я не нашел. У меня нет просто таких емкостей, чтобы измерить, чтобы их измерить этим прибором. То есть, измеряет все, можно сказать. Так. Что еще? Для щупов сзади есть паркинг. Кстати, сам чехол очень мягкий. Очень мягкий. Без запаха абсолютно. Но вот паркинг достаточно туговый. Чтобы вставить, в принципе, немножко надо потрудиться. Так, ну, а так вот все вставляется, конечно. Ага, выключился. Так. Щупы сами. Щупы, как я сказал, не понравились. Вот. Если измерить их сопротивление, ну, где-то 0,3 Ом. Вот. Вот так вот. Дальше. Что может еще? Может в режиме прозвонка и измерения диодов. В этом режиме прозвонки диодов напряжение больше 3 вольт. На щупах свыше 3 вольт. Так. Ага. Не выбрал. Вот. Кнопка Select надо сначала выбрать. Так. Светодиода подсвечивается. Ну, конечно, это плюс. Теперь, насчет прозвонки. То есть, никакой тормознутости абсолютно прибор быстро реагирует. При всех переключениях и вот таких вот действиях, звуковое сопровождение, и включается индикатор, вот этот, красненького цвета. В режиме прозвонки, как я сказал, диодов свыше 3 вольт. В прозвонке цепей 1 вольт на разомкнутых щупах. Теперь, может измерять, значит, он постоянный перемен напряжения ток. Ну, вот в данном случае посмотрим измерение переменного напряжения. Как я говорил, уже средне-квадратичную измеряет. Так, в данном... Так, сейчас щупую поправлю немножко. В данном случае в розетке 234-35 вольт. Если включить кнопку вот эту частоту, то он будет при измерении напряжения показывать частоту в сети. В данном случае мы видим 50 Ерц. Так, дальше. Так, как я уже говорил, имеется в комплекте термопары. Ну, термопары стандартные, до 1000 градусов. Единственное характерное отличие, то, что она в отдельном мешочке. Тут тоже первый раз такой встретил, чтобы были указаны все виды термопарка, которые возможны в поставке. Так, инструкции. Теперь смотрим инструкции. У нас модель UA718А+, здесь же 78-я серия. Ну, если зайти на официальный сайт, то в 718-й модели там как раз и нет. И там есть только 78-я серия, которая один в один совпадает. Единственное отличие, чехольчик фирменный у этой фирмы с трудновоговариваемым названием. Чехольчик там красного цвета. Так, еще какие особенности. Значит, если мы измеряем, хотим измерить ток. Нет. Ну, да. Допустим, мы хотим измерить ток. И при этом... Так. Так, нет. Если мы хотим измерить напряжение... А щупы у нас находятся в токовых гнездах, то, естественно, будет вот такой вот предупреждающий... То есть, своего рода защита от дурака. Очень, кстати, удобно. Даже если я поставлю... Даже если я поставлю на измерение тока в миллиамперах, а буду пытаться вставить 10-ти ампер на гнездо, так же он предупреждает. Есть кнопка подсветки. Вот это она одновременно и фиксирует данные. И если два... Ну, чуть больше секунды будет держать, то она включится с подсветкой. Горит где-то... Подсвечивается около 15 секунд. Да, есть, кстати, кнопка автоотключения. Тоже где-то... Она сработает на 15 минутах. Через 14 минут после бездействия прибор подает 5 коротких писклявых сигнал и на 15-й минуте отключается. Так. Ну, все, наверное. Я уже сказал так. Частота. Частоту он измеряет до 100 МГц, по крайней мере, заявлен. Хочу единственное, чтобы показать... Кстати, все подробности вы можете прочитать в обзоре. Вот с помощью этого генератора я буду его как раз, этот мультиметр, тестировать. Весь фотоотчет там и текстовый. Так. Ну что, теперь можно и посмотреть, что внутри. Так, чехольчик. Чтобы снять чехол, надо снять крышку батарейного отсека. Она его держит, в том числе и его. Крышка батарейного отсека крепится с помощью полноценного винта. То есть, здесь у нас все замечательно. Так, вот так вот. Он виден на бронзовой втулочке. Так, теперь сама батарейка. Батарейка 9-ти вольтовая. Стандартный 6F22. Как видим, с тем же названием, что и мультиметр. Так, дальше снимаем чехол. Здесь 4 самореза. Здесь уже не винты. Да, кстати, здесь вот была голографическая наклейка. Но это так как я уже скрывал, то, естественно, я ее немножко попортил. С фирмой-изготовителем. Получается, 5-й саморез спрятан именно под ней. Итого 5, а не 4, как я сказал. Так, еще забыл сказать, что здесь есть такой режим интересный. Но, честно говоря, я попробую. По-моему, функция достаточно бестолковая. Поэтому про нее молчим. Многих мультиметров видел ее. Пищит везде, всегда и повсюду. Поэтому никакой проводки или еще чего-то найти на них будет сложно. Саморезы длинные, поэтому быстро не открутить. Да, забыл еще сказать. Есть откидывающаяся подставочка где-то в 80 градусов. Так что можно это. И у вот этого чехла и кожуха силиконового чехла. как сказать, отверстие для подвешивания на гвоздик, шурупчик. Ну ладно. Я думаю, вряд ли кому понадобится. Откручиваю дальше. Так, еще не все. Итак, с этой стороны вообще ничего не видно. Кроме одного предохранителя 500 вольт, 10 ампер. Даже размер указан 6 на 30. Далее, чтобы Так, еще надо открутить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть саморезов. Саморезы из разных, скажем так, частей, или как-то, участвующих в разных функциях, они абсолютно разные. Поэтому сложно будет перепутать. Раз, два, три, четыре, так, и пять, шесть. Дисплей с подсветкой. Не помню, говорил или нет. В общем, надо удерживать кнопку hold. В течение, ну, чуть больше секунды. Вот, видно светодиод. Так, не вижу ни одного подстроечного элемента. Значит, все это программируется. Так, смотрим дальше. Вижу вот такой вот предохранитель, который предназначен на 600 мА. Но на плате написано, если видно будет, фото в обзоре, еще раз повторю, есть на 0,8 А. Самый восстанавливающий, скорее всего. Непростой, может даже очень хорошо. И очень много защит по входу, я вижу. Так вот, да. То есть, достаточно защищенный приборчик. Теперь, ну, чтобы поглядеть, что у нас в качестве мозга, придется открутить дисплейчик. все спрятано там. здесь саморезы тоже другие, по-моему. Да нет, и нет, чуть потоньше. Поэтому, ну, перепутать сложно. Здесь всего их 5, они 6, поэтому, они чуть-чуть, чуть-чуть потоньше. поэтому закручивать надо оттуда те, которые выкрутили. Так, и 5 у нас. Да, кстати, на плате вот есть точки подключения. Скорее, все это для программирования самого, самого мозга. Итак, ага, открыть не могу. Здесь вот припаяно жестко за свет диодом. Если поглядеть внутрь, то там вот клякс состоит, микросхема, вот этот микросхема, этот мозг, микросхема памяти, кварц, ну, в общем-то, и все. Тут пар транзисторов. Так, ну, вот, в общем-то, такой вот мультиметр.